Йо-йо-йо, здорово, народ! С вами Дюйон Масл, и сегодня у нас на обзоре Galaxy Buds 3 Pro и Apple, ой, Apple. Samsung Watch Ultra, почему назвал Apple? Потому что здесь кое-кто поддырил, мне кажется, немного, и в часах, и, конечно же, в форме этих наушников, которые один-один в AirPods. И ладно, не будем пока об этом говорить, давайте буду делиться своим первым впечатлением, распаковочкой, посмотрю, потом продам их в своём телеграм-канале по ссылочке в описании каждому видео. Итак, я подготовил всё, чтобы открывать одной рукой, давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Во-первых, коробка. Красиво, сделано хорошо, вот здесь мне всё нравится, в принципе, окей. Такие вот наклеечки, арабские надписи, значит, эти наушники для Арабских Эмиратов. Пломбы уже, разумеется, сорваны им одной рукой, этого нормально не сделать. По часам та же самая история. Теперь они у нас с LTE. Ну, кому нужна была симка в часах, окей, я не пользуюсь этим дерьмецом. У меня нет никакой симки в часах, всё, что мне нужно, это уведомления вовремя получать, видеть их, отвечать на телефонные звонки, если телефон где-то далеко, переключать музыку с часов, если телефон отложен, а я на тренировке. И по факту всё, то есть уведомления, часы, находить телефон, ещё пускать звуковой сигнал, если я потерял свой телефон, я жму найти телефон, он начинает пиликать, это тоже для меня удобно. И, в общем-то, и всё, все эти шагомеры, пульсомеры, GPS, нахрен всё отключил. Потому что самсунговские часы нихрена не держат зарядку. Watch 6 Classic приходится заряжать каждый день, потому что к вечеру остаётся меньше 50%, соответственно, за ночь разрядятся ещё, на следующий день их не хватит. Здесь Watch Ultra то же самое, сделали, наконец-то, аккумулятор, как в прошках, пятых, они держали нормально, они держали 3 дня, но здесь они что-то добавили всякой херни, поэтому держат они, ну, 2 дня, вы справитесь, 2 дня. Но, тем не менее, всякие часы от Huawei, которые весят меньше, держат по неделе, понимаете, с теми же самими, по сути, функциями. Ладно, давайте начнём, наверное, с часов. Что я вам могу сказать? Большая толстая коробка. Тяжёлая вот эта штука. Здесь у нас зарядочка, здесь у нас часы. Итак, открываем. Немножечко отклеил тут. Давайте. Едет, едет. Ждите сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Опа! Что тут имеется? Ни хрена себе! Одну минуточку. Что я удивился? Я сразу пошёл за Watch 4 Classic, чтобы сравнить эти часы. Во-первых, они толще на просто пипец сколько. Это до хера, понимаете? Во-вторых, вес один, вес другой. Они тяжелее. Они ощутимо тяжелее. В-третьих, новое крепление ремешка. Ну, давайте посмотрим, где там у нас этот ремень. Видно снизу на часах, что их неплохо так прокачали по всяким вот этим вот датчикам. Посмотрите, сколько здесь всяких писюлек. Раньше, конечно, тут всё было значительно проще снизу, да. Здесь сейчас происходит целая какая-то радуга, блин. Какое-то НЛО, я не знаю. И прикольно, что вот эти вот ремешки, они, видите, вот такая вот у них конструкция какая-то интересная. Не совсем понятно, за счёт чего она вообще держится. Но мы вот так вот подставляем. Не знаю, одной рукой у меня получится, нет? Хрен там. Ну, короче, просто взял, подставил, надавил, всё, ремешок приделся. Пум-пум-пум. Сейчас наденем на руку. Так, ну я их включил. Могу вам сказать следующее. Вибромоторчик прокачали кардинально. Он стал таким же, как в телефонах. Он умеет быть не только жужжащим, но и прям такие мощные сдавать, прям такие вибрации, такие типа... Ну, вы поняли, да? Как телефон, типа там не только жжжжж, а прям нормальные такие вибрации. У него есть кнопочки. Это колёсико, это нихрена не колёсико, это всего лишь тоже кнопочка. К сожалению, без илиокрутилки тоже нету. Экран так же, как и был в этих часах 47 миллиметров, так 47 и остался. Но при этом появилась вот эта вот рамка и квадратный огромный корпус, который гораздо больше, чем сам экран часов. При этом они толстые. В них до хрена понапихано функции по всяким GPS-ам, пульсомерам, саномерам, хреномерам и прочему. И по факту, ну, я смысла в них не вижу. Типа, если бы они стоили там сейчас 25 тысяч рублей, я продал бы свои 6 классик, тысяч так за 17, да? Доплатил бы тысяч типа 7-8 и взял бы эти. Окей. Но когда эти стоят полтинник, просто за часы, если я могу купить телефон кому-то из родственников за 50 косарей какой-нибудь охеренный, типа S23+, да? Просто часы, которые умеют делать то, что мне нахрен не надо. Нет, если вам типа вот эти вот всякие пульсомеры, хреномеры нужны, то, пожалуйста, это часы для вас. Окей, да, вы их можете взять. Наверное, вам это все даже понравится. Но если вы просто чувак, которому нужны часы, чтобы иногда снять нервы, покрутить этот безель, дальше найти свой телефон, если вы потеряли, пустить на него звуковой сигнал и не бояться его где-то забыть и далеко от него уйти. Если вам нужны часы, чтобы видеть уведомления, принимать звонки и управлять музыкой, то Watch 4 Classic за 6 косарей это то, что мне нужно. Не за 60 Ultra, понимаете? А за 6. Может быть, за 10-15-6-е там поколение, да? Ну, если 47 мм, то там 1015-18. Но в любом случае не 20, не 30 и уж тем более не 40-50. Это просто, знаете, они посмотрели на Apple Watch Ultra, поняли, что, ой, айфон продает часы по 60 косарей, давайте тоже сделаем так. А как бы нам продать часы за 60 косарей? Ну, наверное, хрен его знает. Надо сделать что-то похожее и большое, и продавать за 60. Ну и вот оно. Что, ради более крутой вибрации? Экран такой же. Аккумулятор чуть дольше держит, ну окей. Но это толстенная махина. Это такая толстенная махина. И типа, за те функциями, которые я не пользуюсь, переплачивать кучу денег, уберите нахрен все эти датчики, сделайте их в два раза тоньше, поставьте норму АКБ, чтобы держал как Huawei по неделе, а не так, что я каждый день трясся, где бы мне подзарядиться. Ремешок тоже не надо было красть у Apple Watch Ultra, потому что застегивать... Одно дело, я в пятых прошках просто у меня был магнит, я вот так рукой провел, застегнулся, это... расстегнулся. Здесь нужно втыкать вот по две эти дырочки дурацкие. Это не спортивное решение для часов, которые нужно будет снимать каждый день на зарядку практически, понимаете? Я в них смысла абсолютно не вижу. Короче, просто убираю, рассматриваю тут смысла, ничего не вижу. Но виброотклик стал покруче, кому важны уведомления, может быть, ради вибро стоит обновиться. В остальном, большое дерьмецо. Ладно, вот наушники у меня вызывают больше интереса, давайте попробуем посмотреть эту историю. Итак, открываем. Открывайся ты, падаль. Так, господи, да давайте уже. Большие, немаленькие, но по весу достаточно легкие. Так, смотрите, прозрачная крышка сверху. Кейс, наконец-то, пластиковый, потому что вот что с моим кейсом случилось спустя три месяца использования. Вот, вы посмотрите на него, он похож на как будто бы его переварила корова и выдермела. Жесть. Просто ношу в кармане с ключами. Он был весь матовый, местами он стал глянцевый. И выглядит это вообще отвратительно. Как будто бы где матовое, это наросты грязи, хотя по факту где матовое, это остатки покрытия, понимаете? Ну это вообще жесть. Ладно, здесь такого не будет. Хорошо, открываем. Угу. Оранжевое и синее. Не лампочки. Что? Дешманская краска? Зачем? Ладно, хрен с ним. Давайте попробуем подключиться. Часы даже подключать не стал, смысла в них за эти деньги абсолютно не вижу. Будут на Авито по 25 тысяч спустя пару-тройку месяцев. Возьмем у всех разочаровавшихся в размерах и в бестолковости. Пока что, может быть, посмотрим наушники. Потому что наушники, что эти там стоят? Тысяч 13, наверное, в магазинах. И на Авито под десятку, да? Что эти сейчас новые? Тысяч 15. Ну, может быть, как бы смысл есть. Давайте посмотрим. Итак, попробуем подключиться. Батс 3 Pro. Есть. Хорошо. Подключаемся. Сейчас посмотрю, пока тут у меня какие-то уведомления пришли. Блин. Херня. Установить сопряжение. Они должны быть открыты, вы должны это понимать. Так. Подсоединилась. Наоборот, галочки ставим, которые не стоят, а которые эти убираем. Все, что необязательное, убираем. Продолжить. Разрешить. Надо будет разрешать все. Активное шумоподавление. Ага. Включим. Окей. Обнаружение голоса и сирены. Вот это вот не надо. А то оно будет слушать ваши все голоса вокруг и все время включать, подключать шумоподавление. Отслеживание нахрен не надо. Вот смотрите, что есть. Звуковой фон. Адаптивное и звуковое шумоподавление. Ну, давайте посмотрим. Включение на звуковой фон. Не надо. Конечно, вот так. Хорошо. Вставляю. Красное, походу. В правое ухо. О! Кстати говоря. Блин, как-то не знаю. Чуть-чуть как будто не так глубоко вставляется, как я бы хотел. Но в целом, в целом, выгляжу стильно, как айфончик. Итак, звуки стали глухими. Ну-ка. Адаптивное это вообще жесть. Я слышу просто все. Я слышу все голоса. Я слышу все шорохи, которые происходят повсюду. Точно так же, как и в звуковом фоне с максимальной громкостью звука. Поэтому делаем активное шумоподавление, чтобы ничего вокруг не слышать. Так, ладно. Можно настраивать. Сейчас, секунду. Я тестирую. Такое ощущение, что максимальная тишина на среднем уровне шумоподавления. Что очень странно. Ладно. Давайте я попробую включить какую-то музычку себе. Чтобы понять, что у нас к чему. Вы ее, конечно, не услышите. Но я попробую ощутить эту разницу. У меня есть какие-то треки? Сейчас, секунду. А ну, Ютуб. Так, я уже наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Так, я понял. Сейчас я сравню их со своими вторыми и дам вам вердикт. Так, ну сейчас я надел Batsy 2 Pro. О, шумоподавление у них хуже. Сразу могу сказать. Я слышу шумы вокруг. Я слышу шумы дороги. И, соответственно, я слышу шумы лучше. То есть, хуже. Ну, шумы я слышу лучше. Получается, шумоподавление работает хуже. Касательно басовитости треков. Сейчас я вас включаю и слушаю. А, сейчас у меня на другой Wi-Fi надо переключиться. Этот Wi-Fi не пригоден для использования YouTube. А другой Wi-Fi у меня пригоден для использования YouTube. Я очень ловко настроил два роутера. Так, я вставил один наушник такой, другой такой. Слушаю. Ну, чуть-чуть звук по басовите стал. Чуть-чуть. Не прям ключевая разница. Но чуть-чуть по басовите. То есть, в принципе, я могу вам рекомендовать обновить наушники. Вот чисто мое такое мнение. Что наушники, да, обновить можно. Ради лучшего шумоподавления, ради более удобной посадки. Сейчас я еще проверю микрофон. Одну минуточку. Которое я записываю. Сейчас ведется запись на Galaxy Buds 2 Pro. Раз, два, три. Прием пять. Как слышно? Йоу-йоу, с вами Диман Масл. Более прикольное звуковое сопровождение при посадке наушников в уши. И сейчас я попробую сделать то же самое. Йоу-йоу-йоу, здорово. С вами Диман Масл. Раз, два, три, четыре. Прием пять. Как слышно? С вами Диман Масл на связи. Проверяем Buds 3 Pro. Так, отправляем. Вот они, два сообщения. Сейчас мы будем их слушать. О, народ, прежде чем послушать, знаете, что я посмотрел? Вот так видеоролик светится. Оуу, лампочки в наушниках. Ох, это круто. Я впечатлен. Через прозрачную крышечку выглядит офигенно. И вот это вот впечатляет гораздо больше, чем эпловские наушники, которые нихрена не светятся. Это впечатляет гораздо больше, чем часы, которые просто огромные. И чем вот эти вот синий-красные херня, которые, блин, не пожалели лампочки. Ладно, давайте посмотрим. Обзор я снял. Давайте послушаем микрофон. Итак, поехали. Так, первое звуковое сообщение, которое я записываю. Сейчас идет запись на Galaxy Buds 2 Pro. Раз, два, три. Прием, пять. Как слышно? Йоу-йоу, с вами Диман Масл. Йоу-йоу, здорово. С вами Диман Масл. Раз, два, три, четыре. Прием, пять. Как слышно? Так, первое звуковое сообщение. Йоу-йоу, здорово. С вами как слышно? С вами Диман Масл. На связи. Проверяем бакс. Мне кажется, качество звука стало гораздо круче, потому что, надеюсь, послушайте в начале просто. Так, первое звуковое сообщение, которое я записываю сейчас. Ну, голос гораздо более глухой, голос гораздо хуже записывается, поэтому я считаю, что микрофоны прокачали, ножки вынесли, стали ближе к рту, это топ. И наушники я вам смело могу советовать обновить. Рекомендации Димана Масла, черт подери. Так, сейчас дайте-ка я еще превьюшечку сделаю. Наверное, вот так возьму и вот так вот. Опа. Нет, что-то как-то темно, да? Ну, вот так. М-м-м. М-м-м.